В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления ведомств подвели итоги минувших 7 дней и наметили рабочие планы на предстоящий период. Подробности у Луизы Егезарян. 28 преступлений зарегистрировано на территории обслуживания Люберецкого управления МВД на минувшие недели. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 25 уголовных дел. Большинство из них связаны с наркотиками, имели место и квартирные кражи. В последнее время участились случаи тоже квартирных краж. Хотелось бы обратить внимание, что есть такие услуги, как внедрительная охрана, нацгвардия, постановка квартир и предприятие на сигнализацию. Сигнал тревоги поступал на пульт пожарно-спасательного гарнизона 16 раз. Четыре возгорания зарегистрировано на территории городского округа Люберцы. Один пожар произошел в частной бытовке на территории СНТ «Дружба», поселок Красково. Один в частном доме СНТ «Родник», также поселок Красково. Также пожар произошел один в продуктовой палатке в поселке Томилино. И в ночь с пятницы на субботу в административном здании по адресу город Люберцы, улица Красная, дом 1. Капитальный ремонт жилого фонда идет в ускоренном режиме. Обновление фасадовый кровель в 125 МКД полностью завершено. Для того, чтобы выполнить план этого года, остается заменить 55 лифтов. В рамках благоустройства Егоревского шоссе в 2019 году проводится работа по капитальным ремонту в 17 квартирных домах. На данный момент кровли уже выполнены. Из фасадов остался лишь только ремонт навесного фасада по адресу микроэнда Птицфабрика, дом 28. Участники совещания обсудили ситуацию в сфере здравоохранения. По словам главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Старцева, в конце ноября округ получил дополнительную партию вакцины от гриппа. Защитить себя от сезонного заболевания люберчане смогут до 20 декабря. Мы выполнили план по диспансеризации более чем 50 тысяч жителей города провести через определенные медицинские процедуры и необходимые консультации и так называемые скрининговые методы исследования. Более 10 тысяч звонков приняли и обработали диспетчеры ЕДДС на минувшей неделе. 590 обращений поступило на горячую линию администрации. По статистике, большинство из них связано с работой ЖКХ, ГИБДД, а также вопросами экологии и содержания дорог и тротуаров. Луизей Гязарян, Александр Моисеев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.